Музыка Еще одна святая святых Вот это уникальное Здесь находятся В этих упаковках уникальные веточки Я хочу вас познакомить С технологией Их хранения и рассылки Это супер важно Это сверх важно Почему Объясняю Дело в том что Я свою бытность Молодым садоводом Тратил деньги Выписывал И столкнулся с таким явлением Но если я за все время Выписывал 10 посылок То 8 из них Были негодные Сухие Гнилые Или просто мертвые Вот Просто мертвые И Здесь работа почты Долго идут В этих В поездах Здесь работа Самих садоводов Не имеет ни врача Представления Как выписывать И если я даже получал Не мертвые Господи боже мой Господин Даже Не называет Даже не сало Пусть живет Из Смоленска Присылает А там Приросты последнего года Размер со спичкой Остальное Двухлетний просто А там плодовые ветчики Короче Сразу с посылки Мусорный ящик Вот Садовод из Воронежской области Очень известный Присылает Потом я ему звоню По телефону Говорю А почему У всех абрикосов сортов Уникальная коллекция Черные почки А что вы хотите Говорит он У нас до Нового года Была Пусовая температура Так И Сразу переход На сильный мороз Вот Он еще выразил Не знаю Чужих хотел Такой Климат Чтобы я ему Чтобы он Что я еще надеялся На какие-то здоровые ветки Вот И Назову пару фамилий Это Латинков Присылал Качественные черенки И Мараховская Ирина Владимировна Москва Супер Садовод Тоже присылал Качественные Вот На этом Кончается Моя Как бы ее назвать Моя Это А потом я стал ездить И сам все добывать Собойбирал Привозил Ну отсюда и коллекция Собралась Ну теперь смотрим К сожалению Вот это весь запас Назил Все Вот тут их порядка Четырехсот штук Так Так Могло быть Как в старые времена Пять-десять тысяч Вот Но этого больше Никогда не будет Я оказался В странном положении Не Вначале я все-таки Немножко о хранении Потом уже Философия Итак Пакетики выглядят Вот так Допустим Вот он пакетик Вот написано Порт кровокрасный Многоразовое использование Много лет Очень толстый Полиэтилен Завязываю Насмерть Минимум воздуха Внутри Чтобы не было Лишнего высушения Хранение идеальное Что себе храню Что на продажу В таком виде Результат один и тот же Я привык Я купаюсь В положительных отзывах А не в отрицательных Вот так За все годы Это был один случай Когда меня обвинили В том Что я заморозил Прислал замороженное А высыл то я в ноябре Вот А мороза еще не было До 20 даже В общем Всяку захотелось Вернуть деньги Видимо Очень нужны были деньги Так И Получается Что Хранение При температуре Сейчас смотрим На градусник Я надеюсь Вы увидите Я хочу быть полностью 100% объективный Вот Я вот не вижу Через камеру Значит Сейчас 0 градусов И 4 Десятых То есть Меньше 1 градуса Если видно Видно Нет Поверьте на слово Вот это есть Оптимальная температура Хранения Попутно Потом же буду сказать Вот видите Там внизу Отравленные зерна Один год Поели мыши Это тоже Хороший совет СЭС Вот 300 грамм зерна Купил Раскидал Тут Там 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 По всем углам Почему Увидел живую мышь А она мне просто напомнила То что Примерно 5 лет назад Мне мыши съели Это Не съели целиком Но Надгрызли Вот умудряются Да Смотрите Вот такие полиэтиленовые съедают Такие еще быстрее съедают Вот это временное хранение Сейчас Видите Я уже приготовил Следующий вот Пустая Она будет сюда Перепаковано Потому что То что мыши Не съели Вижу что И не ели Почему-то Это еще не гарантия Что их нет Или что они Чуть-чуть попробовали Отравились Почему? Потому что Зерно Имеет Свой Так сказать Предел Прочности Предел Роботспособности Через месяц Они будут Съедованы И травить мыши Не будут Срок хранения Не больше месяца И так значит Вот эти вот Черные мышки Идет Подовольство Прогрызают И едет Кору Я потерял Не так много Но обидно У меня Черенки Вот эти Необыкновенные Они не имеют Аналогов Во всей Сибири Вот Есть Правда И распространенные Но об этом Чуть позже Главное Я уже сказал Спасение от мышей Только зерно Вот Сейчас 14 ноября И они Перебираются На зимнее хранение То есть Полевые мыши Становятся Мышами гаражными И так Значит Про Это я сказал Теперь так Да Ну тут Этот процесс Позади Может мы еще Вернемся Ко мне в сад Или это будет Вторая серия Или пойдет Первая серия А то что я говорю Вторая Вот Универсал Бугаркова Оптимальный Садовый вар Потому что При температуре 0 градусов Им можно Мазать Когда другие Вары Более твердые Годятся только При температуре 10-23 градусов Вот такая Проблема Решается Таким путем Торцы Замазывать Обязательно Почему Я видел У местных Одного Правда Местного Садовода Саженцы Рослые С отрезанными Ветками Не замазанными А мы не практикуем Гордо Сказала его Жена Нашла Чем гордиться Вот И Крайний Случай Произошел Когда я С нетерпением В течение Месяца Ждал Посылку Из Франции Наши Русскоязычные Мои друзья Были В саду Который Специализируется На рассылке Черенков Вот Все без обмана Потому что Этикетки были Ну красивейшие Ну прям Как будто Их делали Специально Это С гравировкой Вот А черенки Пришли Размер У них был Вот мои пальцы Чуть толще А обрубки Видимо Приросты Были Метра два У меня есть Такие И вот Нижняя часть Вот эти Вот самые Соса вниз Вот Представьте Что они растут Что это Основание Ветки Они совершенно Были непригодны К прививке Я их Как ни старался Я бы И не смог Привить А я их Выкинул По одной причине Торцы Были не замазаны Они были Абсолютно Сухие И то что Я держал В воде Их несколько суток Не помогло Они уже Были мертвые Прислали В Франции Дрова А там Были абрикосы Плоды Которые Сто пятьдесят Сто шестьдесят Грамм Я бы вырастил С моими Хитрощими Я бы вырастил До сто десяти Мои украинские Абрикосы И Дальневосточные Растут Ничего Не делается Так вот Это я сказал Теперь Хранятся Они Да Время сбора Это вот эти Дни Я назвал Сегодня Не четырнадцатая Орезал я Тринадцатого Двенадцатого Ноября Календари Лунные Я не смотрел Это естественно Двенадцатого 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 Двенадцатого